Будущие приемные и замещающие родители пишут конспекты, изучают, как найти к ребенку подход и создать семье комфортную атмосферу. Государственная программа по подготовке предполагает три блока – юридический, психологический и медицинский. Специалисты дают базовые знания и помогают разобраться в сложных ситуациях. Например, как объяснить ребенку различия между двумя мамами – приемной и родной. Две разные женщины, создавшие твою жизнь. Первая женщина дала тебе жизнь, а вторая учила, как ее прожить. Первая дала тебе желание быть любимым, а вторая – подарила тебе любовь. За прошлый год обучение прошли более 80 родителей. Некоторые уходили, понимая, что не смогут справиться. Задача непростая. Большинство выпускников курса уже приняли в свою семью на воспитание малышей. У моих родителей есть двое детей. Они очень интересны, мне с ними интересно. Я у мамы однажды спросила, говорю, мам, а ты представляешь, каково будет, если вот не дай бог, что с тобой, куда эти дети пойдут? Она на меня так жалобно посмотрела, говорит, не знаю. Я говорю, давай тогда тоже пойду посмотрю, узнаю, что. Чтобы детей обратно не отдавать никуда, чтобы не травмировать их, я их тогда возьму к себе. Анастасия Григоренко на занятия приходила вместе с мужем. У пары двое собственных детей. То, как они преподавали этот материал, для нас все очень было понятно, доступно. И переоцениваешь не только то, как ты будешь общаться с ребеночком, который у тебя появится, но и понимаешь, как общаться с детьми, которые у тебя уже сейчас есть. Эти курсы, они необходимы. Необходимы даже просто для родителей, у которых уже есть свои детки. После того, как в семью приходят детки, центром оказывается постоянное психолого-педагогическое сопровождение. Консультируют родителей и по телефону. Главная цель – помочь детям стать счастливыми, а родителям – облегчить процесс воспитания. Научить будущих замещающих родителей тому, как можно воспитывать деток, которые не берут свои семьи. Здесь возникает очень много нюансов. Одно дело, когда свои родные детки воспитывают, а другое дело, когда детки приходят из неблаговолучных семей, которые перенесли различные насилия – и физические, и сексуальные, и психологические. Поэтому здесь у деток есть своя специфика. По окончанию занятий родители получают сертификат и знания, которые непременно помогут решить возникающие трудности.